Добрый день дорогие наши друзья наши подписчики и просто мои зрители канала добра и позитива Говорит и показывает Москва, Россия и в сегодняшнем выпуске, в таком необычном выпуске, потому что я сейчас нахожусь в спортивном зале Хожу на дорожке и вот решил для вас записать такой сегодня ролик на тему флирт, хорошо это или плохо И сейчас объясню почему я это делаю именно из спортивного зала Потому что, как мне кажется, это очень так, немножко в тему будет ролика нашего сегодняшнего Многие девушки, приходя в спортивный зал, себя ведут определенным образом Потому что я давно хожу в спортивный зал и замечаю, что многие приходят сюда не для того, чтобы заниматься спортом Ну, конечно, и для этого тоже, да, но именно еще для того, чтобы найти, может быть, себе богатого мужа, там, жениха, там, не знаю как Спонсора, в конце концов И это как бы видно, в принципе, да, по ихним действиям, по ихним определенным таким взглядам, жизненным позициям, я не знаю, да Вот мы и поговорим с вами о флирте, хорошо это или плохо, плюсы и минусы Ну, не знаю, я считаю, что, наверное, для девушки однозначно это плюс Потому что она, по крайней мере, видит, кто приходит в зал Во-первых, это спортивная форма, как человек выглядит, как мужчина выглядит, да, в какой он спортивной форме Потому что не всегда там можно под костюмом разглядеть, там, встроенная фигура у мужика или нет На самом деле, в спортивном зале это можно разглядеть, это плюс Второй плюс, однозначный, для девушки, которая хочет себе найти, там, мужа, там, или спонсора, например, да Приходя в спортзал, она видит, на какой машине он приезжает, тоже важно Как мне кажется, это тоже плюс В какой одежде он ходит, с какой сумкой спортивной ходит Если это Луи Виттон, там, или Прадо, или Гуччи Ну, это бест вообще, да Это мужик номер один Вот, поэтому, конечно, это все плюсы Минусы Минусы Потому что, как правило, большее количество мужиков, которые приходят в спортзал, они уже женаты И у многих уже куча детей есть Это, поверьте мне, я просто знаю Потому что в спортзал, в основном, ну, скажем, в тех спортзалах, в которые я хожу, все-таки ходят те люди Ну, определенной уже возрастной категории То есть, ну, состоявшиеся люди, потому что, ну, абонемент, само собой, стоит сюда не одну тысячу рублей И, конечно, в принципе, бедные люди сюда не ходят В спортивные центры И, конечно, я что хочу сказать этим, да То, что, вот, когда начинается какой-то вот разговор, там, да, мужчина с, например, молодой девушкой, которая приходит сюда Потому что возрастная категория, она как бы сразу чувствуется, да В основном в спортзалы ходят, ну, по большому счету мужики Девушки, да, попадаются, но их меньше Но они более юного возраста Вот, ну, не знаю, вот я вот это заметил Опять же, напишите в комментариях, прав я или нет Мне показалось, что именно так оно и есть И, конечно, девушки Ну, вот я смотрю, например, да Стройная девчонка, классная, там, красивая, молодая, там, сексофильная Ну, все при ней, короче, да И вот она берет, там, какую-то штангу, там, или какие-то гантели Неумело и не начинает, там, что-то делать Как мне кажется, не знаю, мне кажется, это не совсем, как бы, правильно, да Потому что, ну, что ей, там, накачивать-то, по большому счету, да То есть, у нее и так все нормально, здорово Для чего она пришла в спортзал? Поддержать эту форму, ну, как мне кажется, это нужно однозначно делать не с гантелями и не в спортивном зале А, там, может быть, на бальных танцах, там, или еще где-то Но, ну, опять же, это мое мнение Либо ходить на плавание, более какие-то специальные вещи делать И так вот, когда начинается, например, разговор, там, мужчина, там, уже, скажем, зрелого, такой, с этой молодой дамой Потому что она подходит и просит о помощи, там, например, подстраховать ее, там, или еще что-то, да Я вот сколько раз был свидетелем таких разговоров, да Я поймал себя на той мысли, что происходит некое флиртование со стороны как мужика, так и девушки Ну, понятно, какие-то там общие такие слова происходят, там, соответственно, там, как вас зовут, там, давайте я вам помогу Ну, все понятно, да В следующий раз, когда, соответственно, человек приходит, там, на занятия спортом, да Он вроде как с этой девушкой уже знаком, то есть уже завязывается дальше разговор, какой-то диалог, там, все остальное В следующий раз больше, 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 и получается некое такое, знаете, ну, знакомство, одним словом, да Знакомство в спортзале Ну, многие мужики, может быть, даже и встречаются там, например, вне стен спортзала с девушками, там, из этого спортзала Там, может быть, даже какие-то отношения у них завязываются, даже, может быть, и разные отношения завязываются Хорошо ли это? Не знаю, не мне решать, но я считаю, что по большому счету спортзал – это некое такое место для встреч Вот раньше, например, были там клубы по интересам, да, там, кому за 30, кому за 40, там, эти встречи, короче говоря, там, по интересам, да А теперь в спортзале реально принято знакомиться, и в этом, наверное, нет ничего такого плохого Мне кажется, это здорово даже Может быть, я ошибаюсь, конечно Но мне кажется, что спортзал, в принципе, это неплохая площадка для того, чтобы Используя, провести время Позаниматься спортом Да еще и познакомиться с кем-то, например Почему нет? В принципе, ничего плохого я в этом не вижу Это нормально Поэтому флирт – плюсы и минусы Для мужика тоже, наверное, много плюсов есть Приходя в спортзал, познакомиться, пообщаться с приятной молодой, там, особой, например, да Я думаю, что ничего в этом плохого тоже нет И если говорить, например, о флирте как таково в нашей жизни, да Сейчас вообще, вот, не знаю, вы меня поправьте, да, в комментариях, опять же Выскажите свою позицию У нас вот тут как-то девушки Ну что ли, в последнее время Закрепощены, что ли, да То есть флирт – это вообще хорошее слово, как мне кажется Да, это определенная такая вот, ну, скажем так, позиция, да С которой девушка должна очаровать молодого человека, парня, там, да Очаровать Как она его должна очаровать? Она должна уметь себя красиво подать, красиво вести, красиво выглядеть, в конце концов Ухожена должна быть, все, то есть это флирт, я даже не знаю, что такое понятие слова флирт Флирт – это вот, когда ты понимаешь, смотря, например, на девушку, да, вот я как мужик, да, я смотрю на девушку Я понимаю, что что-то внутри, вот у меня, например, происходит То есть мне приятно смотреть на данную, там, например, девушку особую, например Даже по телевизору, к примеру Там какая-то ведущая, там, или актриса, там, не знаю Звезда кино какая-то, там, да То есть я прекрасно понимаю, что что-то в ней есть, такое привораживающее, да Такой некий флир, да Как мне кажется И в этом, наверное, и есть изюминка настоящих женщин, настоящей дамы, да То есть, ну, человека, который умеет привлечь к себе внимание, умеет обратить на себя внимание, да Вот, наверное, это и есть флирт, флирт Флирт Флиртовать, не знаю Многие даже, вот, я вот сейчас говорю об этом и сам вот себе как бы додумываю в голове То, что, это ведь уметь еще надо флиртовать Не каждый, ну, не каждая еще, не каждая девушка это умеет делать Потому что Все-таки этому надо, наверное, учиться Либо должна быть какая-то природная Тяга, красота к этому Так что, вот такой вот, не знаю, ролик тоже Пишите в комментариях Сталкивались вы, например, с такими ситуациями, о которых я сейчас описал в этом выпуске, да Например, в спортзале Знакомились ли вы в спортзале, напишите Как вы считаете вообще, напишите Ну, хорошо это или плохо Я, например, в принципе, ничего плохого не вижу Я считаю, что знакомство, например, в спортзале Это гораздо лучше, чем, например, знакомство тупо на улице Или там, в каких-то банальных других местах Не знаю, на работе По крайней мере, действительно, спортзал, он открывает глазки, да На то, как человек выглядит Как регулярно он занимается спортом, да Как он одевается, в конце концов Как он ухаживает за собой Ну, и, конечно, спортивные показатели и параметры Так, все, ребята, я побежал дальше Увеличиваю нагрузки Все, скоро увидимся До новых встреч Чао, пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...